Казахстанские финансисты выявили противоречия в налоговом кодексе. Расхождение понятия они обнаружили в поправках о налоге с продажей имущества. Как известно, уже в новом году граждане будут оплачивать 10% от сделки. Но это касается лишь тех, кто приобрел или продает жилье, землю или машину в течение одного года. Аналитики утверждают, что есть и другая статья, обязывающая перечислять налоги всех без исключения. Нургали Карабаев разбирался. Новость о налоге при продаже недвижимости еще весной казахстанцы встретили в штыке. Платить 10% от разницы купли-продажи никто не хотел. Позже чиновники заявили, что сбор будут уплачивать лишь те, кто купил и продал квартиру, землю или машину в течение одного года. Но в Национальном фонде развития финансовых услуг считают, что согласно тому же налоговому кодексу заплатить все же придется. В документе есть другая статья, которую можно толковать иначе. Риэлторы опасаются, что рынок недвижимости, который едва оправился после девальвации, при введении 10% налога с продажи, будут ждать серьезные последствия. Продавцы квартир в документах станут указывать заниженную стоимость или и вовсе уйдут в тень. Продажа квартир, что касается именно города Алматы, она очень высокая стоимость выходит по продажам квартир. Соответственно и налог выходит очень большой. И мне кажется, не каждый захочет заплатить такую сумму. Я думаю, процентов 80 точно уйдет в тень. Налоговики полны оптимизма. Там уверены, что новый документ облегчит работу. Ведь всем придется декларировать имущество и будет сразу видно, у кого что есть. Касательно 10% налога говорят, что произошло недопонимание. Зымать будут лишь с продавцов имущества, приобретенного и проданного в течение года. Разница будет только в том, что если раньше более одного года, то не надо было сдавать декларацию. То есть она не рассматривалась как доход. То теперь она рассматривается как доход. Но с этого дохода налог не платится. Впрочем, уже скоро казахстанцы сами почувствуют на себе новые поправки. Они начнут действовать уже через пять месяцев. Ну а тем, кто столкнется с недобросовестными госслужащими, можно будет подать жалобы в вышестоящие органы и в суд. Нургали Карабаев, Ринат Вазлбаев, Информбюро, 31 канал.